я вас приветствую на нашем канале мы снимаем фильмы на все случаи жизни подпишитесь и вы на всякий случай а между тем мы продолжаем изучать программирование программируемых реле и сегодня мы изучим схемку реверсивного включения асинхронного электродвигателя для управления воротами ворота у нас будут пока еще с одной створкой с крайними положениями открыто-закрыто и с концевыми выключателями в обоих положениях посмотрим из чего состоит наша схема как обычно реле трех кнопочный пост с кнопочками вперед назад и стоп вот три провода вот этот провод от кнопочки вперед вот этот провод от кнопочки назад этот провод от кнопочки стоп сегодня мы установили два концевых выключателя этот выключатель у нас на открытие а этот концевой выключатель на закрытие соответствующие провода от этих выключателей идут на два входа в реле на выходе у нас первый выход подходит к первому контактору на открытие второй провод со второго выхода подходит ко второму контактору на закрытие но любой провод подходит контактом а2 обоих контакторов здесь у нас есть перемычка. Подключены две лампочки. Зеленая лампочка на открытие, красная лампочка на закрытие. Вот эти два выхода. Зелененькая лампочка подключена к третьему выходу, красненькая лампочка подключена к четвертому выходу. Нулевой провод от лампочек включен в общую нулевую шинку. Подаю напряжение. Как видите, у нас загорелись обе лампочки, красная и зеленая. Это говорит о том, что ворота стоят в промежуточном положении. Ни один из концевых выключателей не поджат. Нажимаем кнопочку «Открыть ворота». Подтянулся первый контактор. Зелененькая лампочка сигнализирует нам о том, что ворота идут на открытие. Она мигает. Ворота открываются полностью и поджимают концевой выключатель. В это время отпадает первый контактор, двигатель останавливается, а зелененькая лампочка начинает гореть постоянно. Теперь я нажимаю кнопочку на закрытие. Подтянулся контактор на закрытие. Отходит концевой выключатель открытия. Ворота идут, 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 идут и закрываются до конца. Как только ворота нажали на концевой выключатель, красненькая лампочка загорелась постоянно, зелененькая не горит, значит у нас сейчас ворота полностью закрыты. Если я отпущу концевой выключатель, то система подумает, что ворота в промежуточном положении и она нам разрешит снова включить их на закрытие. Если у нас поджат концевой выключатель закрытия и мы попробуем нажать кнопочку на закрытие, то ничего не произойдет. Давайте попробуем теперь открыть ворота. Срабатывает концы на открытие и если я сейчас буду нажимать еще кнопочку на открытие, то точно также ничего у нас не сработает. Во время управления воротами я могу одним нажатием кнопки менять направление движения ворот. Сейчас я здесь не поставил задержку времени, как в предыдущей схеме, но при желании это можно легко сделать. Посмотрите, ворота отлично управляются и туда и сюда в промежуточном положении. Кнопочкой стоп можно их от всегда отключить. Концевые выключатели не подтянуты, горят две лампочки. Многие устанавливают на ворота проблесковый маячок, который горит во время закрытия ворот, но в нашем реле выхода только четыре и поэтому проблесковый маячок через реле мы запитать не сможем, но мы сможем установить вот такую контактную приставочку и проблесковый маячок запитать через нее. Все будет прекрасно работать. А сейчас мы ознакомимся с программой, которая управляет нашей схемой. Вот так выглядит программка. Как и в прошлых схемах у нас два триггера. Вот этот триггер на открытие, этот триггер на закрытие. Закрываются триггеры от кнопки стоп или от противоположной команды, а также от концевого выключателя соответствующего. Эти элементы вы уже все знаете. Добавлен еще один триггер, вот этот вот. Этот триггер открывается тогда, когда не сработан ни один из концевых выключателей. Здесь стоит элемент исключающая или и инвертор, то есть элемент не. Когда не сработаны оба концевых выключателя, вот по этой линии открывается этот триггер и обе лампочки горят постоянно. Как только один из концевиков срабатывает, так сразу вот этот триггер закрывается. И тогда лампочки уже будут светиться от других цепей. Включаем симулятор. Сейчас обе лампочки горят. На них приходит сигнал вот с этого триггера. А он включен по этой цепи от элемента исключающий или, потому что не сработан ни один из концевых выключателей. Нажимаем на кнопочку вперед. Посмотрите, замигала соответствующая лампочка и включился контактор. Теперь, если мы нажмем на концевой выключатель, контактор на открытие остановился. Осталось гореть только лампочка открытого состояния ворот. Теперь мы нажмем кнопочку закрыть. Сигнал прошел. Открылся вот этот триггер. Концевой у нас отоходит. Сейчас включен у нас контактор на закрытие и мигает лампочка на закрытие. Посмотрите, через вот этот элемент, на котором написано Blink, это генератор импульсов. Через него идет мигание лампочки от включенного состояния триггера на закрытие. Точно идет сигнал на генератор импульсов, и он выдает импульсы на мигание лампочки на открытие. Вот так работает наша программа. Загружаем ее в реле. Итак, мы изучили с вами схемку, с помощью которой можно управлять воротами. Кроме ворот, это может быть любой другой механизм, у которого есть два положения. Это может быть и задвижка, и какой-то регулятор. В общем, все зависит от вашей фантазии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Удачи вам!